В следующей лекции профессор Александр Ильич Юрий Михайлович. Вопросы можно походить назад? Если походу есть вопросы, можно спрашивать сразу, неожиданно. Коллеги, моя лекция посвящена модным тематикам физики твердого тела, нежданным открытием, топологическим изолятором и графеном. Это еще более позднее открытие, чем графен. Эти области демонстрируют удивительную эффективность теоретической физики. Оказывается, уравнение, которое было открыто Дерапо, оказалось, что оно применимо совершенно разным объектам. Не только к электронам, к нейтрино, к графену, к топологическим изоляторам, возможно, и к другим объектам. Два слова о уравнении Дерапо, которое у вас, конечно, дуло на лекциях. Как известно, в попытке обобщить уравнение Шейнгера на лекциях, в данном случае, первоначально использовали соотношение тех, которые отравнили КЛС и 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 КЛС. Уравнение КЛС и КЛС давало уравнение непрерывности с РО, которое не было положительно определенным. То есть квантовую механику на уравнение КЛС и КЛС получить неудовольно. И именно по этой обещании Дерапо решил сделать буквально квантовый дизайн. Дизайн уравнения, которое было бы линейным, так же, как, хотя по производству я уже не буду. Чтобы получить плотность, равную всем по модулю в квадрате, чтобы она была положительно определенной, чтобы соблюдалась вероятностная интерпретация к матовой механике. Но в этой попытке удалось это сделать только при том условии, что коэффициенты в этом уравнении, а нужно было бы раз линейно производные яры ДПДТ, то в силу лютипизма все остальные производные координаты, в силу эквивалентности координаты времени, они тоже должны быть линейными. Но такое уравнение удалось получить только если коэффициенты в этом уравнении являются матрицами. И наименьшее рамкостью матрицей было 4 на 4. Вот так было установлено уравнение дирако с удивительными свойствами, часть которых я расскажу в связи с графенами удивительных парадоксов, связанных с ним. Второй раз вот оно всплыло в связи с совершенно другим объектами. Другое направление, помимо высокой фундаментальной науки, было связано с приложением. Игроген был открыт. То есть это было две линии. С одной стороны была линия теоретическая, и они теоретически инициировали это открытие. А с другой стороны была чисто экспериментальная линия, связанная с прикладной наукой, связанная с развитием наноэлектроники. Я начну историю с момента открытия транзистора. Это был 1947 год, когда Шокли, Барнин и Братайна открыли проводниковый транзистор. И именно с этой эпохи началось движение ко все меньшему и меньшему размеру элементов электроники. Поскольку первоначально все базировалось на электронных лампах, а масштабировать их было невозможно. Все устройство полупрудникового транзистора связано было с тем, вот в начале как бы как в Библии было слово. Это схема контакта из Нобелевской лекции Бартина. Это была первая Нобелевская лекция. Первая Нобелевская премия Бартина за транзистор, а через 10 лет он получил Нобелевскую премию за теорию Бартина-Купера-Шрифера-Сверхпроводникова. Была установлена возможность управлять концентрацией полупроводника, концентрацией электронов в полупроводнике. Просто схема обычной емкости, если заряжается положительно металл, то вблизи границы полупроводника, даже если в глубине основные носители были дырки, здесь будут избыточные электроны, и образуется инверсионный такой слой, инверсия знака носителей. И можно усиливать ток, просто прикладывая сюда напряжение. Какими объектами можно управляться? Полупроводник полупроводник может, потому что там небольшая концентрация электронов. Металлам нельзя, там концентрация громадной 10-23. А можно ли использовать полуметалл, в котором есть небольшая концентрация электронов в дырках для репута? К такого рода полуметаллам относятся, в частности, графит. Вот такая мысль была у людей, которые начали соответствующие исследования, Андрей Евгеньев и его команда. Сейчас, с точки зрения развития наноэлектроники, ситуация была какая-то. Первый транзистор был громадный. Наконец, сейчас развитие вот такое. Это рабочая карта фирмы Intel. Значит, 32 нанометра сейчас производится, уже началось производство в 2009 году, транзисторы. 22 нанометра уже сейчас есть, они в разработке, и в конце года, в 2012 году, уже будут промышленные варианты. 14 нанометров развивается в 2013 году, и, наконец, планируется в 2015 и далее соответственно, 10 нанометров, 7 и 5 танометров. То есть вот такой резкий прогресс. По этой причине в 1965 году еще был сформулирован познавательной фирмы Intel Гордоном Муром закон. Каждые полтора года, иногда, порядка 18 месяцев, количество транзисторов на компьютерных микросхемах удваивается. Это значит, что цена на бит информации уменьшается вдвое, затраты энергии на бит информации уменьшается вдвое и так далее. Это экспоненциальное развитие, как обычно. Но вопрос, наступит ли когда-нибудь пределы законного мура? Имеется фундаментальный вопрос. Дело в том, что когда вы уменьшаете свойства, уменьшаете размер полупроводника, то в конечном итоге могут измениться и фундаментальным свойством. Вопрос. Сколько нужно атомов, чтобы концентрат, чтобы свойства соответствующей системы были такие же, как свойства объемного полупроводника? Это отличие кристалла от кластера. Несвестно, это моделирование, в частности, компьютерное дает. В нашем случае то есть нужно в порядке несколько, в общем, около тысячи, может быть, несколько тысяч атомов, чтобы свойства в конечном итоге внутри были такие же, как и полупроводника. Дело в том, что, например, у кластера очень часто минимум осуществляется когда имеется точная группа симметрии, несовместимая с периодичностью. Например, группа C5 и другие. А в объеме совершенно другие свойства. То есть в конечном итоге, уменьшая размер, вы можете перейти к совершенно новым системам. с другой стороны, свойства полупроводников определяется до первого до первого примесения. Они случайно могут распределены. Если очень небольшая если очень небольшая система, то туда может и вообще не попасть в примеси. И кроме того, свойства могут зависеть от того, куда попало примеси. В центр или на поверхность. То есть есть ряд мундаментальных трудностей с этим связанных. Я уж не говорю, что есть серьезные трудности с быстрой передачей информации, чего может помочь плазмоника. Различные конструктивные трудности пробои и так далее. Миллиарды вкладываются в развитие процесса фотоэлитографии. То есть нужны источники с соответствующей длиной волны равные соответствующему элементу в силу критерия РЛ. и так далее. И в этой связи вопрос, а может быть может измениться вообще парадигма и будет не кремний форекс, а конец кремниевой эпохи, несмотря на то, что десятки миллиардов долларов вложены уже в промышленность кремнии. в этой связи нужно смотреть какие материалы могли бы изменить кремнию. И в частности в этой связи было и интересное исследование графита. Какие есть методы изготовления наноструктуры? Ну, во-первых, это сверху вниз. То есть обрабатываются микроскопические образцы с помощью наномитографии, расщепления, и снизу вверх отатомов и молекул, то есть в частности с помощью молекулярного чимоэпитаксии, с помощью их самоорганизации делаются соответствующие структуры. И вот наступила эпоха графита. Напоминаю, что графит, который, кстати, тоже был открыт в Англии в 17 веке, и даже был черный рынок графита. Черный он тогда назывался потому, что графит черный. Потом слово черный приобрело другой смысл. Графит представляет из себя плоскости с сильной гомеополярной химической связью. И здесь связь даже более сильная, чем в рекордном подвердности веществе алмаза. Но отдельные плоскости графита они называются графен. По-английски графин, но русские люди бы не слишком поняли, чем мы занимаемся. так называют. Значит, плоскости эти связаны друг с другом слабой стеркви, ван дер вальше. Именно по этой причине мы можем писать графитными стерквями, поскольку счищаются тысячи примерно слоев. А можно ли счистить один слой, так, чтобы получить одну единственную плоскость? Вот такой вопрос. Ну, существуют другие аллатрубки и гормуклерода в силу ограниченности времени, и я на них останавливаться не буду. Нам интересен именно график. Можем вопрос. По предыдущему слайду там было два процесса изготовления. Больше он меньше, он больше. Есть одинаково с того, что если мы хотим одну структуру сделать одним способом, либо другим, то физика и структура будет одинаково. Это не зависит от метода. В конечном итоге физика структур получающихся будет одинаково. И существуют методы изготовления в частности и графена и сверху вместе с методом. Предыстория была такая. Были попытки отщепления одной простости графена от графита в связи с созданием сверхтонкого транзистора. Естественно, кому же не хочется сделать такой транзистор, в котором вообще толщина пленки была бы вообще одинаковой. То есть предельный запомнил. Мы до пикли бы тогда пределы. Кроме того, были поиски сверхпродников нового типа, внедряя, имплантируя зионы в графике тела и сверхпродников и так далее. Но все это было нерегулярно и до тех пор, пока в глубинном оселого их научил человек из Харькова, кстати, известному способу, который им был хотя бы неизвестен. Берется скотч, и если у вас с помощью скотча приклеивается и резко отрывается, при этом можно очищать поверхность материала. Но таким способом можно и любую слоистую структуру отслаивать. И вопрос, сколько пленочек остается на этом скотче. Выяснилось, что иногда остается даже одна единственная пленочка. Потом вы скотч можете раздвоить и остается одна единственная плоскость графита. Так вот, Регорб была эта плоскость графита единственная. Графен это по переводе с греческого отписать. По понятной причине название. Такое. К этому объекту были приделаны контакты с помощью ионных пучков контакта золота измерили все транспортные свойства, эффект пола и так далее. Это рекордные эксперименты. И вот за эти именно эксперименты Гейн и Новоселов получили многоискупление в 2010 году за прорывные эксперименты, относящиеся к двумерному материалу графита. Чем интересен графит? Ну, во-первых, это абсолютный предел закона Мура, то есть по крайней мере в одном направлении мы достигли предела, пленка толщиной в одинаковом меньше уже не было. Прочность в 200 раз выше стали. И кроме того, вы можете растягивать довольно сильно. Кроме того, поскольку эта вещь прочная, вот в ферме Samsung сейчас идут разработки для использования графена в качестве экранов. Кроме того, графен предполагается использовать для культуры емкостей. Емкость, как известно, зависит от расстояния между соответствующими электродами обратно-пропорциональными. Мы можем сделать сверх емкость. И вот соответствующие исследования ведутся в графике. Кстати, недавно мы получили одну из примерно 15 грантов Samsung, который 15 грамм по всему миру. от опозива на получение. Значит, теплопроводность графена выше меси, а это очень важно для электроники. И сверх высокая подвижность при комнатных температурах значительно выше, чем кремния, что тоже важно для наноэлектроники. Но самое интересное с фундаментальной точки зрения его электронные свойства. Графен представляет из себя полупроводник с нулевой щелью между валентной зоной и зоной проводимости и с эффективными массами равными нулю. то есть в некотором смысле значит запись первым его линей не а не кудатичный и в этом смысле это некоторые свойства аналогичны ну свойствам нитрина. Но правда в несуществующем природе зарядный нитрин. Так что с той точки зрения фундиментальны это в некотором смысле мозг между физик и твердое тело и манг и церкви почему крайне мне было притрат раньше это была некая драма и несколько частей о нескольких частях этой драмы которая продолжалась несколько десятилетий я расскажу началась эта драма с теоремы хорошо вам известны по-видимому теорема Ландава Барился Порше это было для других объектов установлена Мерманом и Вакаром а именно отсутствием дальнего порядка в системе системах с непрерывной симметрией к которым относятся эти кристаллы симметрия симметрия относительно сам кристалл можно гаминтониан кристалла инвариант относительно сдвига кристалла всего как целого ну и конечно инвариант относительно перемещений на перекрышок но при температурах отлично от нуля атомы колеблются и среднекудротичные флуктуации если выразить их через оператор растения выражения фонона то среднекудротичные это легко вычислить и при больших температурах среднекудротичные флуктуации задаются вот таким удачным где комик городка это нынешая коллективная степень свободы кристалла что является нынешней причем там есть у кристалла в отличие от жирности у кристалла есть поперечный парадольный звук а у кристалла есть еще поперечный звук поскольку есть кристалл отличается от жирности поперечным наличим поперечного модуля страника при больших длинноклум и с В целом есть поперечный фонон. Здесь видите омега-к пропорционально k квадрат. Вычисляемый интеграл. k с k сокращаем, будет интеграл dk на k, то есть он грифмический, то есть это уголизм. Какое минимальное значение k? k или 2 пин на лямбда. Значит, это отвечает максимальному лямбду. Максимальная лямбда – длина волны, длина кристалла. Следовательно, среднефтоматичная флуктуация равняется логоитму длины. И в терминомическом пределе, когда есть стремитель бесконечности, это стремитель бесконечности, значит, двумерных кристаллов не существует. Именно так и было написано во всех старых изданиях ландалмы Левшица. То есть нет двумерных кристаллов, нет двумерных сверхтекучих жидкостей, нет двумерных сверхпробников и так далее. Выяснилось, что это только на четверть правды. Вопрос здесь состоит в следующем. Можно поставить следующий вопрос. Да, и вы знаете, что имеется критерий плавления лендемана. Он состоит в следующем. Когда среднефтоматичная флуктуация в трекмерной системе порядка одной пятнадцати примерно, вот при незачетке кристалл плавится. Это универсально для всех кристаллов. В двумерном не работе, потому что соответствующая среднефтоматичная флуктуация абсолютная, она расходится. Но что такое кристалл? Кристалл с кристалл графической точки зрения – это объект с идеальной периодичностью. Но с точки зрения физических свойств кристалл – это объект, который отличает от жидкости наличие модуля сдвига, наличие поперечных панелей. Для того, чтобы был модуль сдвига в патричных панели, достаточно, чтобы была периодичность. Но является ли это условие необходимым? Оказывается, нет. И впервые это показал Владимир Березинский, кстати, выпускник ВИИ. Это замечательная работа. Вообще, это великий человек. Вадим, он был моим приятелем. Жалко, что он так рано ушел. Из-за них тяжелый болезнь. Значит, он показал, что в месте температурной фазы существует модуль сдвига и даже некий аналог бреговских рефлексов, несмотря на отсутствие дальнего порядка. Оказалось, что для того, чтобы был модуль сдвига, достаточно не дальний порядок, а квазидальний порядок, степенок. То есть, чтобы приятел положение атома убывал неэкспоненциально, как в жидкости. Если экспоненциально бывает, то значит, есть ближний порядок. Ближний порядок есть для жидкости, как показывают эксперименты. А убывает степень и много. В степень аналитический никогда не перелет к экспоненту. И по этой причине это должен быть фазный переход. В низкотемпературной фазе есть квазидальный порядок, есть модуль сдвига, есть поперечные фономы. Потом происходит плавление, когда появляется только ближний порядок. И в этой фазе, как в обычной жидкости, существует только поперечный модуль сдвига. В дальнейшем эта теория была развита Костовицам-Тавресу. И в зарубежной литературе несправедливо называется это переход Костовица-Тавреса, но часто управляются и термин теория Березинского Костовица-Тавреса. И, наконец, более последовательно, была она развита еще Гальтериным и Нельсом. Оказалось, что фазовый переход в двумерии, он устроен совершенно иначе, чем в трехмерном мире. И этот фазовый переход является фазовым переходом непрерывным. Это не есть фазовый переход первого рода, не является фазовым переходом второго рода. Все терминодонические величины со всеми производными непрерывными, но там есть существенно особая точка. Ну, как экспоненты всех единиц и нолят. Прилянда равна нуля, существенно особая точка. Сумма нулей не есть ноль. Значит, еще раз подчеркну. Почему здесь была расходимость? Видите, КДК делится на Омико-квадрат. А в трехмерии что было бы здесь? Скажите мне. Фазовый объем какой был бы? КА-квадрат ДК. Тогда этот эндекрал бы не расходился. И в паре причине в трехмерии нет дальнего порядка, в двумерии нет дальнего порядка. Но оказывается, несмотря на отсутствие дальнего порядка, в квазидального порядка достаточно, как я вам только что говорил, для того, чтобы в системе был модуль сдвига и все основные свойства кристаллы. Конец ли это драма? То есть, действительно, если существуют ли двумерные кристаллы, дело состоит в следующем. Это конец драмы для кристаллов, которые находятся на подложке. Потому что что мы исследовали? Мы исследовали только неустойчивости, связанные с колебаниями в двумерном мире, в Афаплянке. Но не исследовали колебания поперек вот этого двумерного кристалла. То есть вопрос драматический состоит в том, а существует ли объект, независимый от подложки? То есть я возьму кристалл, возьму двумерный такой плоскость графита, двумерный графен, и без всякой подложки, будет ли он устойчивый или он сворнется? Для того, чтобы исследовать этот вопрос, нужно было бы сделать следующее. Исследовать поперечные колебания. Так вот, поперечные колебания, они связаны с издивными колебаниями, и этот интеграл ушастно расходится, степенным образом. И по этой причине, видите, среднеквадатичные фруктации вот в этом направлении, пербендикулярно, они такого же порядка, как размер системы, и тогда бы плоскость превратилась в смятую бумажку, и она бы не существовала. То есть мембраны тогда не существовали. Кстати, я забыл вам сказать, что, что касается критерий Линдемана, то для двумерной системы можно обобщить критерий Линдеману, тоже имеет место, несмотря на расходимость средних квадратов, смещения, но если взять относительные смещения квадратов, то вот эта величина, отношение относительных колебаний, как квадрат, является универсальным, как мы в свое время показали, и сейчас этот критерий используется в двумя раме, вместо критерий Линдемана, в нашей критерии. Так вот, плоские мембраны, значит, не существуют. В этом была драма. Так вот, оказалось, что в этом месте теоретики чуть-чуть ошиблись. Оказывается, дело в том, что когда вы сгибаете мембрану, то вы ее чуть-чуть растягиваете или наоборот сжимаете. И по этой причине вот эти колебания взаимодействуют с продольными колебаниями вдоль в мембрану. И за счет этого формализма изменяется вот этот закон дисперсии. В результате этот индексуал расходится, но не как L квадрат, а как L где при степени α, где R 0,6. То есть при любом конечном размере флуктуации в патеричном направлении существенно меньше, чем флуктуации вот такие. Таким образом, мембраны из себя представляют вот такую эвелевую поверхность. Причем флуктуации вот этой поверхности, они не такие, вот эта ряда. Она, конечно, значительно имеющая продольного размера, но какие ее размеры? Посмотрите, что дает моделирование и эксперимент. Если взять примерно микронную чешуйку, с которой экспериментировал Гейн, то высота ряда порядка высота вот эта, порядка 50 амстренда, а размер полмика 50 амстренда. То есть небольшая ряда, и ничего страшного не происходит. Таким образом, возник новый объект в физике этого тела, устойчивый, даже без подложки, мембрана. И это не только дракен, это ряд материалов. Сейчас сосредоточились на дракене, но имеется ряд материалов, которые будут в будущем исследоваться. Вот в чем недеревяльность. Ну, в частности, такими являются двумерные перебора, необеселен, даже вот высокотемператорный сверхпроводник, отдельный слой, молитвенселен. Вот эти мембраны являются устойчивыми и они вполне интересны по физическим свойствам. То есть возник многое. Что касается, вот как раз был вопрос, можно ли растить сверху, вниз, снизу, вверх. Первое изготовление было сделано кеймом с помощью микромеханического отщепления, с помощью скотча. Но ясно, что эта цена цена очень большая. То есть для того, чтобы получать мембрану, использующуюся в промышленности, это необходимо совершенно другая технология. Ну и сейчас разбили ее. берется карбит кремния и на медь. И при нагревании до 1300 градусов возникает возгонка кремния и остается пленка графенов. Таким образом, сейчас получают соответствующие объекты графеновые порядка квадратного уже метра. А этого вполне достаточно для любых экранов и так далее. По этой причине фирма Samsung предполагает уже в будущем году использовать экраны графеновые. Вопрос? В один слой, да? В один слой. Один слой. Один графеновый слой. Как идентифицировать графеновый? Удивительно. Вот как вы думаете, можно ли видеть это тоже довольно исключительно, можно ли видеть один слой невоззорным глазом? Как вы думаете? Оказывается, можно. Если положить на подложку, одну часть подложки оставить открытой, то из-за контраста, из-за аптечного контраста просто видно и в микроскоп и видно небушонным планом отличия в цвете. То есть отдельный слой видно, но регулярным образом, конечно, это делается с помощью комбинационного рассеяния света, раундных эффектов, и с помощью эффекта шума никола дегаза. У меня вот как выглядит кстати графеновый лист. вот здесь кусочек подложки, а здесь вот этот графеновый лист. Если отщеплять, видите, какая цена. Это бюджета отдельной страны не хватит нужно, чтобы сделать один грамм графен. Я опускаю подробности. Как установим графит? Графит состоит из отдельных плоскостей графена в шестиугольной симметрии сдвинутых друг относительно друга на полпериода как установлено было Бернаун, между прочим, ему давали все время премию мира в Советском Союзе Бернаун. Теперь как устроены химические связи? У графита имеется четыре электрона в валентах, два S электрона, один два S электрона и четыре 2P электрона. Выгодно им образовывать в кабинетной суперпозиции S и P вот таким образом, так называемая S2 гибридизация. То есть смесь 2S и 2P 2P и 2P и тогда, как вы знаете из курса квантовой механики P орбиталь имеет форму вот такую гантели, а вот эти орбитали, полученные с помощью вот этой суперпозиции с подваги гибридизации имеют форму кеклей, который, то есть большой листок, маленький листочек, наклонены как относительно трубы 120 градусов и именно вот из каждого узла испускаются вот такие три листочка, которые перекрываются с соседними листочками и за счет обмена взаимодействий, в обменной взаимодействии как раз и обеспечивают устойчивость вот этой двумерной сетки, шестиугольной сетки. Одна орбиталь, 2P которая корридигулярно торчит вот этой двумерной сетки, она не участвует в образовании химических связей и именно с ней связаны те необычные свойства электронные, о которых мы поговорили. Иногда дело следующее, сейчас последнее было открыто. Можно посадить атомы водорода или фтора на эти уже орбиталы. химический и тогда все химические орбитали будут задействованы и соответствующее вещество будет диэлектриком. если 2P орбитали топчатся, то это будут обычные свойства графена с электронным свойством с нулевыщим. Теперь вот эта структура шестиугольной решетки не является решеткой браве. То есть это решетка не с одним узлом в одной элементарной щели, а с двумя. То есть она может быть представлена как две решетки треугольные, вот смотрите, зелененькая и синенькая, сдвинутые друг относительно друга. И поскольку эти решетки эквиваленты, это можно описывать с помощью формализма псевдоспина. То есть псевдоспин вверх это синенькая подрешетка, псевдоспин вниз зелененькая подрешетка. Поскольку имеется периодичность, то волновая функция имеет вид гофа в сроке, то есть экспонент ерекресс это периодичную функцию. Поскольку решеток две, то скажите мне, какой вид имеет волновая функция? Должна быть суперпозиция из этих двух функций. Вот такое вырождение. Суперпозиция двух блоковских функций. Одна живет на одной подрешетке, другая на другой подрешетке. А коэффициенты, если нет внешних полей, это константы. А если есть внешние поля, то можно использовать адиапатические приближения. Точно так можно устроить комбинации. Но коэффициенты будут медленно меняющиеся функциями координат. Именно на этом основано приближение эффективной массы, как вы помните. Вот когда мы говорим, что эффективная масса электрона в артене дегаля равняется 0,07 массы электрона. Что это значит? Это означает следующее. Мы волновую функцию в адипатическом приближении описываем так. Волновая функция равняется во внешнем поле. Без внешнего поля это блоковская функция с периодичностью решетки. А во внешнем поле это блоковская функция, которая модулируется медленно меняющимся коэффициентом. И этот медленно меняющийся коэффициент подчиняется уравнению Шерингера, как можно показать, с эффективной массой другой, которая определяется как раз решением уравнения Шерингера для блоковских функций. Здесь же имеются две блоковские функции. По этой причине имеется ни один коэффициент, ни одно уравнение, а два. То есть это спин-офф. Две функции. уравнения исходим из уравнений Шерингера, но уравнение, которое эффективное получается, оказывается сильным. Его можно получить используя обычное уровнение. У вас эта задача эквивалент с двум вырастенным уровнем. Как она решается? Обычное циркулярное уравнение составляется. Вот составим циркулярное уравнение. и это и есть уравнение для вот этих коэффициентов, для огибающих. Используя приближение к ближайшей стратегии. В свое время было получено, были сделаны соответствующие выплаты, я их опускал. И оказывается, что закон дисперсии получается вот такой. То есть имеется у нас решетка шестиугольная, обратное решетки тоже шестиугольная, значит зона брилея тоже шестиугольная. И в узлах этой зоны брилея как раз имеется вот два закон дисперсии такой. Вы представляете, если вы два конуса, один конус это зона проводимости, другой конус вонянутая зона, и они соприкасаются в своих вершинах. химический потенциал находится ровно посредине. То есть это полупроводник с нулевой щелью, с линейным законом дисперсии, а значит с эффективной массой электронов дубер равен нулю. То есть вот это линейный закон дисперсии войдет не в силу релитивизма в данном случае, а в силу свой симметрии. И это свойство защищено симметрией, а именно симметрией относительно обращения знака черности, относительно церковного соображения, как можно доказать. То есть если вы посадите примеси, то это свойство не нарушится. И эксперименты показывают, что вот так оно и есть, вот такой закон дисперсии. Это делается с помощью фотоэлектронной спектроскопии с разрешением ГУГУ, которое дает возможность измерить энергию в зависимости от фотоэлектронной рингуса. Эффективное уравнение, которое описывает соответствующий закон дисперсии, оно содержит две компоненты, как мы говорили. Эти две компоненты отвечают соответствующим двум подрешеткам, и соответствующий закон дисперсии линейный. Теперь, на самом деле, можно показать, что точно так же, как имеются два узла в прямой решетке имеются два независимых узла и в обратной решетке, и по этой причине имеются две независимых давины, как в полупроводниках, и по этой причине в каждой из них имеется вот такая двухкомпонентная функция, а всего функция и содержит четыре компонента, как уравнение Дирако. И именно по этой причине получается уравнение типа уравнения Дирако. На самом деле, твердотельцы используют неправильную формулировку, это не уравнение Дирако, потому что это частица с маской равной нулю, это уравнение Дирако. ну, получается это обобщение с помощью обычных приборочных вариантов замены. Теперь, чем отличается уравнение Дирако? Здесь масса ноль, щель ноль, а уравнение Дирако запрещенная зона равняется двое цель теперь некоторые законы такие же как у нитрина, а именно значение псевдоспина а псевдоспин напоминает эта характеристика где живет где живет электрон в одну подрешетку или другую подрешетку ну, точно так же как в ядерной физике используется псевдоспин если вы выключите куманское взаимодействие то протоны нитро эквивалентные частицы спин вверх протон спин вниз нитро а здесь псевдоспин вверх зелененькая подрешетка псевдоспин вниз красный теперь в силу того что уравнение как уравнение Вейда оказывается псевдоспин правее импульсу значит живете вы вы в хорошей квартире имеете шубу идете куда на болотню а плакон в квартире значит она называется куда они ходят на боку на боку на боку на боку полная вот такая корреляция мы видим что такая корреляция имеется и для топологических изоляторов через пару минут и для усвоенного профена масса отличная эффективная но тоже щель равняется теперь известно что через год после того как дирак написал свое уравнение остров клин решил свою простую задачу взял барьер пустил электрон и оказалось что отражается больше амплитуда больше чем барьер откуда взялись электрон вот такой парадокс мысль названия парадокса клин в частности но если например есть конечный барьер то оказывается смотрите если барьер меньше чем 2мс квадрат то все в порядке как в обычной квантовой механике то есть экспонциальным образом коэффициент нумулирования зависит от высоты барьера и его толщины а если больше чем 2мс квадрат то оказывается что при некоторых условиях вообще сколь угодно высокий барьер полностью прозрачен с чем это связано ну связано конечно с тем что если у вас имеется очень высокий скачок потенциала то внутри барьера вот эти нижние электроны минус мс квадрат они поднимаются и начинают резонировать уже с теми электронами с положительной энергии которые падают на другом языке многочастично иногда означает что на высоком барьере если на высоком барьере может могут рождаться электрон позитронные пары ну это и было установлено например сталкиваются 2 урана ободранные их больше 182 и тогда у вас могут рождаться электрон-позитронные пары что было установлено экспериментально но вот такой непосредственный эксперимент не был проделан и это невозможно но здесь у вас полный аналог должен быть и вы должны наблюдать эффект клеина парадокс клеина на графене с напряжением порядка колька и экспериментально он наблюдался непосредственно это то есть в чем дело почему через любой бакер электрон раскатывает ну во-первых во-первых просто решить соответствующую уравнение получите равняется единице как это объяснить более наглядно более наглядно это объясняется следующим образом у вас вот эта величина она керальность она является интегралом движения и если у вас возмущение не зависит от всех до спина то импульс не может повернуть назад второе объяснение третье объяснение третье объяснение состоит в следующем вот электроны вот этот закон дисперсии вот эти два полководства живут вблизи вот этой точке в зоне волновая функция вот такая если ее обойти то оказывается видите здесь половина волновая функция менять это так называемая фаза Берри мы недавно тоже на кафедре сделали интересную работу по поводу фазы вблизи значит то есть что имеется значит что такое фаза вблизи вы берете волновую функцию она зависит от каких-то параметров их адиопатически меняете возвращаетесь к второму значению и тогда волновая функция не всегда возвращается к второму значению иногда умножается на экспозицию в степени и это и есть фаза это означает что где-то в гербертовом пространстве ваше вы проходите по такому пути который не является топологически филерным ну и всегда вот матричные элементы в частности содержат вот такой множитель любые матричные элементы возмущения единица плюс космус соответствующего угла если поворот назад то космус равняется минус единице это заумляет соответствующий процесс по этой причине отражение назад невозможно и это приводит к ряду последствий в частности невозможна локализация андерсона которая связана с отражением назад я здесь не могу впадить подробности с его ограничением и таким образом в графине возникает приятного эффект отсутствие растения назад на плавном на высоком барьере отсутствие свет смотрите если возьмете канвайна любой барьер то вы удержать не можете залезет под барьер отражения назад нет тогда залезет под барьер поэтому правильно с одной стороны хорошая новость потому что это означает что растение на примеси будет слабым вывод высокая но с другой стороны для тех кто хочет применить графен для нано-электроники это не очень хорошая новость образом в графене создать щит, но это делается иногда следующим образом, это уже реализовано, вместо протяжённого графена берётся лента графеной, так что в одном направлении есть монтование поперечное и таким образом возникает щит. И такие транзисторы уже созданы. Есть ещё интересные отличия этого материала от всех полупроводников, есть минимум проводимости, то есть проводимость любого полупроводника можно испортить, введя достаточное количество примесей. Здесь есть минимальная проводимость, ниже которой проводимость не опускается, можно сказать. Интереснее ещё одно обстоятельство. Как взаимодействует электронная графика? Вот посмотрите, это очень поучительное рассуждение, связанное с соотношением неопределенности. Возьмём любой полупроводник, металл, и оценим, какая роль взаимодействия электронов друг к другу. Вот я сейчас не решаю задачи, только с помощью простых соображений покажу, как, каков управляющий параметр, характеризующий взаимодействие электронов, и как это взаимодействие электронов может менять кардинальным образом их свойства. Энергия на один электрон равняется, извините, тут некое несоответствие. А средняя кинетическая энергия при среднем потенциальном потенциальном. Они не измеримы одновременно друг к другу с его соотношением неопределенности. И потому я беру средний от гомертониала, равняется средней кинетической энергии, например, средний потенциальный. Теперь средняя кинетическая энергия – это P2M. Средняя потенциальная энергия, если электроны взаимодействуют друг к другу, характерная и единственная величина тех, кто отделит на эксион R. Эксион… А что такое эксион? Эксион – это либо среда подружения, либо в случае двумерной системы, где идут силовые виды? Через всю внешнюю среду. То есть внешняя среда определяет взаимодействие между электронами. Тоже очень круче и цены, на другую причине. Внешняя среда сильно воздействует на электронные свойства данного объекта. То есть это может быть использовано и консенсором. Теперь, кинетическая энергия. Если у вас, ну, понятно, с точки зрения соотношения неопределенности, единственной характерной величиной здесь является H квадратная энергия. По этой причине вот квантовая кинетическая энергия, если температура 0. Вот характерная энергия взаимодействия. Возьмем это отношение для того, чтобы прояснить роль взаимодействия. Что больше – взаимодействие между электронами или вот этой энергии? Вот этой энергии, на самом деле, она того же планета, как легко сообразить, что и фермерская энергия и электроны. Е квадратная эпизона Тр, делить на А квадратная квадратность, сокращаем Др. Мы видим, что это отношение среднего остального регуляционного к эффективному Боровскому радиусу. Вот это знаменитый управляющий параметр безразмерный, РС. Теперь скажите мне, ребята, есть ли РС значительно меньше единицы? Что это означает? Сильные взаимодействия или слабые? Кинетическая энергия больше, да? Значит, это генетическая энергия значительно больше. Если этот газ почти идеальный. Правильно? Смотрите, газ почти идеальный, если… Среди расстояния между тоннами очень маленькая, если электронный газ очень плохой. Ребята, а почему вот этот газ, которым я сейчас дышу, он разрешен, и он почти идеальный? Ну-ка, скажите. Ответ? Неогнитическая энергия нормальная, не кванта, да? Нет. Даже если температура 0 будет таким же. Так. Еще что? Взаимодействие какое? А-а-а. Взаимодействие. Закон единицы на R6 Вандервальс, а отталкивание… Ну, отталкивание можно моделировать, скажем, законом единицы на R12. Единица на R12. Единица на R12. Единица на R12. Смотрите. Когда R стремится к нулю, взаимодействие кулоновское резко возрастает, но квантовая генетическая энергия возрастает еще больше. А если единица на R12, то при росте мягче к нулю что будет? Взаимодействие будет значительно больше квантовой генетической энергии, и по этой причине сжимаемый газ станет твердым. А у электронного газа, чтобы сделать его твердым, что нужно сделать? Взять. Ну как? Взять. 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 И здесь единица на R. Здесь отношение какое будет? А R вообще незамисимо. То есть вот это отношение равняется гектору нашего фермерска. Что это вам напоминает? Постоянная тонкая структура. Гектор на Hc. Роль C играет в фермерска, который в 100 раз меньше в свой системе. Но делить еще на ε. Причем ε для графена, это ε от окружающей среды. Если это вакуум, то это просто гектор на ампл. Это будет примерно двойка. То есть вы будете в одном и том же режиме. Плотная, разреженная система, она всегда чуть-чуть взаимодействующая. Хотите ослабить? Пожалуйста, с помощью только ε. Викторских частотах можно получить в графене? Как? Говорите. Нет. Нет, потому что для этого нужно было бы, чтобы вот это отношение было значительно больше единицы. Оно никогда не ставило значительно больше единицы. В этом специфика вот такая часть. Ну, на это, да. Вот двойка. Но если только нет малого параметра в задаче, например, так называемое приближение хаотических фаз, которые используются для расчета электронных свойств графена, ну, все графены. Оно состоит в суммировании цепочечных диаграмм. Оно справедливо, справка говоря, при разначительной меньшей единице. Но мы в свое время доказали, что все равно при отдыхании хаотических фаз справедливо, если имеется много компонент у волновой функции, так называемое единице на это разложение. А здесь у графена сколько компонентов? Четыре. Четыре, без спиннинга. Еще два спиннинга. Восемь компонентов. Одна восьмая хороший параметр задачи. По этой причине соответствующее приближение тоже является... Спасибо. Значит, на этом перерыв. После перерыва подбежим. Перерывом 5 минут. Спасибо. Было обнаружено еще одно замечательное свойство графена. Свойство, которое каждый четверокурсник и три мог бы предсказать. Знания ваших блоков достаточно. Вот смотрите. Графен устроен следующим образом. Вариантная зона. Зона проводимости здесь химических потенциалов. Если поглощается свет, то импульс света, он маленький очень. Потому что аж оминга делится на цель. Очень большая величина. Очень большая по сравнению с вот этим наклоном. Здесь наклон в эфирности, ну, в 300 раз меньше в скорости света. По этой причине этот переход почти вертикальный. Изваленную зону в зону проводимости. А посчитать как? То есть это я бы общее упражнение задал студентам. Ну, смотрите, берем генертониан. Значит, обычный генертониан. Делаем тригромочные номерятные замены. Ну, по генертониану делаем генертониан. Что является возмущением? Обычно это а на п, да? А здесь сигма на а. Ну, и посчитать. По золотому правилу Ферли вычислить маточный элемент. В межноначальном и конечном состоянии умножить на плотное состояние. Но получается удивительнейший результат. Оказывается, что коэффициент поглощения ни от чего не зависит, а равен пи умножить на е, куда делить наш цель. Вот так. На постоянную толпу структуру. Универсальный ответ. То есть свойства однородные. С одной стороны, ну, с фундаментальной точки зрения это удивительно, но это имеет и теплотой интерес. Экран не поглощающий. Но свет падает в плоскости. Свет падает в институте. Да, регулярно. Да, да. И в самом деле, мод эксперимент дает это. Ну, вот, зависимость. Кстати, интересно. Если одна плоскость, ну, в точности действительно получается вот это пи е равна цель. Если две плоскости, даже две плоскости почти, четыре, хорошо. Вот опять это уже графит. Видите, уже отличие. Ну, это вот вопрос о том, сколько надо иметь в волосной голове, чтобы им считаться 8. То есть, да? Да. То есть, больше четырех волосков. Так, теперь плазмоника. Интересно передавать. Я говорил, что одно из ограничений наноэлектроники связано с быстрой передачей информации от одного человека к другому. Скорости электронов все-таки маловато. А вот если гонять плазмоны или полиэлектроны, которые двигаются с существенно большей скоростью, это интересно. Чем интересна плазмоника, основанная на графике? У него у графена оказывается очень маленькие затухания и большие длинные свободные графеты плазмоны. Ну вот, в частности, я не буду здесь уже обходить подробности из-за недостатка времени, я хочу рассказать о тополыких изоляторах. Мы тут посчитали плазмоны, магнито-плазмоны в графене. Можно сделать, смотрите, взять, положить какую-нибудь структуру на графене, поскольку здесь теоретическая предприциальность другая, плазмон может побежать до этой структуры. То есть, можно делать волноводы, основанные на графене, биосенсоры различные и так далее, и так далее. Ну и другими, в общем, возможными применениями, мы этим тоже занимались, и именно по этой причине нами сам Сунг как-то заинтересовался. А чем это еще интересно? Тем, что работать можно в трагертовой области. Это трагертовая область. Во-первых, там трудно работать другими способами. А с другой стороны, это очень интересно с точки зрения биологии, с точки зрения различных приборов для безопасности и так далее. Это вы хорошо знаете, я по этой причине на этом останавливаться. Можно сделать потомные кристаллы на графене с очень хорошими свойствами. Можно управлять концентрацией носителей, несмотря на то, что удерживать нельзя, но с помощью эффекта емкости, заряжая одну поверхность, управляющую электронами, вы можете обогащать электронами, либо обогащать трубами. Можете делать по этой причине аналоговые транзисторы. Ну, какие-то транзисторы уже сделаны на основе отдельных кусочков графена. Это уже сделали давным-давно на расселах и геев. Какие-то написывают графена. Кроме того, и транзисторов на графенах нет, и я об этом вам вспоминал. Важным здесь является отношение тока при включенном напряжении и напряжением, которое давит ток. Отношение 10 в 6, то есть это очень хороший. Значит, я дальнейшие подробности здесь опущу. Ну, пару слов еще скажу, что можно обогащать электронами, можно обогащать дырками. Здесь тогда будет слой электронов, слой дырок. Они могут связываться друг с другом, образовывая пары. И такая система может быть свертикучей. То есть можно тогда использовать это как бездиссимпативную линию передачи. Ну, ряд наших наших здесь посвящен был этому эффекту. Но сейчас подключились ряд диоретиков, которые сделали эти результаты. Ну и, кроме того, экспериментаторы, которые исследуют так называемый эффект увлечения. То есть взять электроны, допустим, здесь, пропустить напряжение по одному слою, тогда увлекается другой слой. Если они смятны, то это в эксценте включение двух троналов. Я это тоже опущу. Единственное, что интересно вот новое свойство электронов и дырок в графении, в отличие от других материалов, в том, что нет связанного состояния электронного дырка, кситонного дырка, масса равняется дырка. По этой причине вот в обычной системе, в обычных сверхкроводниках, в обычных свертекучих жидкостях, свертекучих жидкостях, вот что происходит, когда происходит спаривание, образование пара. И вы увеличиваете энергиесвязь. Если энергии связи мало, то это Куперовский пар. Куперовские пары громадны, и на размере Куперовской пары существует еще много Куперовских пар. И в этом смысле, я прошу прощения, он дам, значит, я потенцирую свой учитель, это у нас в Четенбургах, он говорит, ну, совершенно аморальная система, ну, как вот в эпоху неолита. То есть корреляция между противоположными полами была, но не локализованная. А когда связь увеличивается и увеличивается, происходит переход в высокомораде в наше общество, вот, локализованные пары, и базекомпенсация локализованных пар. Это базекомпенсация. А посередине кроссовера, бэк, бакаши. Ну, конечно, фермерно сказывается, то есть время от времени они меняются партнерами, как это в общем. Значит, и так. Вот имеется кроссовер. А в графике нет. Вот этой фазы. И вы увеличиваете связь, а всегда вы находитесь в режиме бакаша. А что происходит? Оказывается, может спариваться не только в одной зоне, а вот участвуют другие зоны в соответствующем спарине. Такое многозонное бакаша. Вот такую теорию мы обосновили. У меня в подробности здесь входить не могу. Таким образом, теперь, что касается квантового эффекта пола. Квантовый эффект пола измерен на графике. Обычный квантовый эффект пола, как вы помните, состоит в следующем. Вот если есть перпендикулярное магнитное поле, продольное напряжение, возникает поперечное напряжение, полоское напряжение, коэффициент пропорциональности между поперечным напряжением и продольным током называется полоским сопротивлением. И оно обмантовано. И квант, есть А на Е квадрат, равный примерно 25 кг. Он называется одним глицинтом, потому что ненужное эталонное сопротивление в Париже. Можно взять любой полупроводник и воспроизвести соответствующую величину. Теперь, ну и это объясняется тем, что в перпендикулярном магнитном поле двумерная система имеет экрендистантные уровни ортиланда. В случае графета, там почему был экрендистантный спектр? Масса была отличная от нуля. Циклотронная частота определенная, где А шли на 2 МЦ. А здесь М равняется нулю. И если решить соответствующее уравнение, это тривиальным образом делать, тривиальное упражнение, оказывается, энергия равняется корень из Л на Е нуля, а не М плюс 1 на 2, как обычно. Это первое. Существует нулевой уровень лантала, при энергии равной нулу, который не в нелетивизме, не в нелетивизме, для обычных результатов. А здесь я равнулю. Тут есть определенные, на самом деле, существование уровня, это становится обычным образом, но это, в действии, не будет тополом. Итак, спектр в нейкодистанции. Существует уравнение уровень лантала с я равную нулю. Но расстояние между уровнем лантала, поскольку здесь она не связана с массой, даже при не очень, не сверхбольших полях, 10 Тесла, 100 килограмм, не десятки градусов, как в обычных полупроводниках, а тысячу градусов. И по этой причине, смонтование лантала возможно просто при комнатной температуре. Значит, и квадратик от пола возможно при комнатной температуре. А значит, можно создавать эталонное сопротивление при комнатной температуре. Вот еще одно свойство. Интересное, значит. Ну, мы тут занимались еще. В магнитных полях очень интересные свойства, но я это пропущу. Хотя, если бы интересные вещи. Возможно, меня задавали вопрос в полуапах еще. Возможно ли сверхпроводимость? Для возможности сверхпроводимость графена, во-первых, это эффекты близости. То есть взять сверхпроводник положительно в графен, и тогда сам электронный графен станет сверхпроводящим. Во-вторых, возможно, собственность сверхпроводимость. Это можно установить с помощью обобщенного уравнения или альтера для обобщения на газонной спальни. Теперь вот применение возможно. Во-первых, это ультроемкости. Рядом можно поставить крофеновые листы и получить очень громадную емкость, а совокупность это будет конденсатор с громадной емкостью. Продичные покрытия, водородные ящейки, новые композиционные материалы, сверхчувствительные наносенсоры. Оказывается, достаточно нескольких буквально молекул, ассамблироваться именно в слой крофенов, то электронное использование меняется и можно это установить. Различные возможные переключатели и так далее, и так далее. Хотя, конечно, нужно помнить слова не всего. Трубок из капот заслужен в будущем. Но уже в будущем году франок точно будет, но сейчас работают над применением наноэлектронике. И самое интересное с точки зрения фундаментария возник новый класс материал, устойчивый губянный мембран. То есть, оказывается, даже отдельная плоскость и для этого устойчивая. Ну и это совершенно необычные свойства, в частности, воспроизведенные губянный мембран. То есть, кремовские туннелирования и так далее. Теперь, новый материал. Паталогический изолятор. Этот объект возник совсем недавно. Первый шаг, как всегда, сделан материал. но я вам расскажу историю следующего. Вопрос, что такое терапия? То есть, с точки зрения электронных свойств, ну, это вообще в спектре, в зону. В зону в спектре. Это единственное определение? Нет. Оказывается, не всегда само понятие зон справедливо. Это справедливо только в слабо дискалированной системе. Это, на самом деле, зонная картинка, как известно, справедливо только в том случае, если справедливо приближение картрифоков. И когда мы говорим об отделе электронных и переходах, мы говорим об артрифоковской картинке, на самом деле. Ну, слабо коррелированной системе. Например, если возьмем зону, наполовину заполненную, и она очень узкая, то в этой системе нет проводимости. Это будут диалекции, хотя она половина заполнена электронами. Просто потому, что энергия взаимодействия электронов друг с другом больше, чем ширина зоны, и по этой причине они не пройдут через друг. корреляция сильнее, чем мантовые генетические энергии коррелированные взаимодействия. И по этой причине это новый тип мотхаппортовских диалекций. Кроме того, существуют андерсоновские диалекции, локализация за счет принятий и так далее. Все ли оказывается, нет. В течение 50-60 лет в теории зоны была дыра. А из-за чего? Из-за того, чтобы плохо знали мотивацию. Известно, что когда Гезенберг пришел со своими соотношениями неопределенностей к форуму, кто-то объяснил ему, молодому Гезенбергу, что то, что он придумал в томатике неизвестные патрики. Когда алгебры неизвестны, что это неизвестный. Было обнаружено еще одно замечательное свойство графета. Свойство, которое каждые четверокурсники могут предсказать. На нем было достаточно. вот смотрите, графен устроен следующим образом. Вариантная зона, зона проводимости, здесь химический потенциал. Если поглощается свет, то импульс света маленький очень, потому что ашомика делится на цепь, очень большая величина, очень большое по сравнению с вот этим наклоном. Здесь наклон в эфирме с ней в 300 раз меньшей скорости света. По этой отвлечения этот переход почти вертикальный. Извалентная зона в зону проводимости. А посчитать как? То есть это я бы общее упражнение заговор студентам. Ну, смотрите, берем гамильтониан. Значит, обычный гамильтониан, делаем по золотому правилу ферме вычислить маточный элемент международным и конечным состоянием умножить на плотное состояние. Но получается удивительнейший результат. Оказывается, что коэффициент поглощения ни от чего не зависит, а равен пи умножить на е куда делить наши цены. Вот так. На постоянную толпу структуру. Универсальный ответ. То есть свойства однородны. С одной стороны, с фундаментарной точки зрения это удивительно, но это имеет и кипотной интерес экран не поглощающий. Но свет падает в плоскости. Свет падает кипотекулярно. Кипотекулярно. Да. И в самом деле мод эксперимент дает это. Вот. Довестность. Кстати, интересно, если одна плоскость, ну в точности действительно получается вот это пи е равна цена. Если две плоскости, даже три плоскости, почти, четыре, хорошо. Вот опять это уже графит. Видите, уже отличие. Но это вопрос о том, сколько надо иметь волосной головы, чтобы считаться осенью. Так, если больше четырех волосков. Так, плазмоника. Интересно передавать. Я говорил, что одно из ограничений наноэлектроники связано с быстрой передачей информации от одного другое. Скорости электронов все-таки маловатой. А вот если гонять плазмоны или полиэлектроны, которые двигаются с существенно большей скоростью, интересно. Чем интересно плазмоника, основанная на графике? У него графета оказываются очень маленькие затухания и большие длинные свободные графеты. плазмоны. Ну вот в частности, я не буду здесь уже обходить подробности из-за недостатка времени, я хочу рассказать о топологических изолятах. Мы тут посчитали плазмоны, магнитоплазмоны в графене. Можно сделать, смотрите, взять, положить какую-нибудь структуру на графене, поскольку здесь электрическая кондициальность другая, плазмон может побежать до этой структуры. То есть можно делать волноводы, основанные на графене, биосенсоры различные и так далее. Ну и другие возможные применения мы этим тоже занимались и мы по этой причине нами сам как-то заинтересовался. А чем это еще интересно? Тем, что работать можно с трагертовой области. Это трагертовый области во-первых, там трудно работать другими способами, а с другой стороны это очень интересно с точки зрения биологии, с точки зрения различных приборов для безопасности и так далее. Это вы хорошо знаете, и я по этой причине на этом останавливаться не можно делать потом инфистады на графене с очень хорошими свойствами. Можно управлять концентрацией носителей не сомнево то, что удерживать нельзя, но с помощью эффекта емкости заряжая одну поверхность управляющей электроны. Вы можете обогащать электронами либо обогащать электронами, можете делать по этой причине аналоговые транзисторы. Ну, какие-то транзисторы уже сделаны на основе отдельных кусочков графена, это уже это сделали давным-давно на расселах и гейн, какие-то написаны графена, кроме того, и транзисторы на графен вагенте, я об этом вам вспоминал. Важным здесь является отношение тока при включенном напряжении и напряжением, которое дали ток. Отношение 10 в 6, то есть это очень хорошая штука. Значит, я дальнейшие подробности здесь опущу. Ну, пару слов еще скажу, что можно обогащать электронами, можно обогащать дырками. Здесь тогда будет слой электронов, слой дырок. Они могут связываться друг с другом, образовывая пары. И такая система может быть сверхтекучей. То есть можно тогда использовать это как бездиссимпативную линию передачи. эффекты. Ряд наших посвящен этому эффекту. Но сейчас подключились теоретикам, которые исследуют эти результаты, ну и кроме того экспериментатор, который исследует так называемый эффект увеличения. То есть взять электроны, допустим, здесь, пропустить напряжение по одному слою, тогда увлекается другой слою. Если они смятые, то в экстреме включения будут громады. Я это тоже опущу. Единственное, что интересное новое свойство электронных удырок в графении, в отличие от других материалов, в том, что нет связанного состояния электронного удырока, кситонового дырока, масса равняется на уровне. По этой причине в обычной системе, в обычных сверхтекучих жидкостей, сверхтекучих жидкостей. Вот что происходит, когда происходит спаривание и образование пар. И вы увеличиваете энергию связи. Если энергия связи мала, то это куперовский пар. Куперовский пар громадный, и на размере куперовской пары существует еще много куперовских пар. И в этом смысле я прошу прощения у дам, значит я потенцирован своего учителя, это у нас Четенбурга, он говорит, ну совершенно аномально, совершенно аморальная система, ну как в эпоху неолита. То есть корреляция между противоположными полами была, но не локализовывая. А когда связь увеличивается и увеличивается, происходит переход в высокоморальном в нашем локализованные пары и базе конденсации локализованных пар. Это базе конденсации. А посередине кроссовров бэк, бакаши. Ну конечно ферменно сказывается, то есть время от времени они меняются партнерами, как это вообще. Значит и так, вот имеется кроссовров, а в графике нет вот этой фазы. И вы увеличиваете связь, а всегда вы находитесь в режиме бакаши. А что происходит? Оказывается, может спариваться не только в одной зоне, а вот участвуют другие зоны в соответствующем спаривании. Такое многозонное бакаша, вот такую телевизорную бакашу. У меня в подробности здесь входить не могу. Таким образом, теперь, что касается квантового эффекта пола. Квантовый эффект пола измерен на графике. Обычный квантовый эффект пола, как вы помните, состоит в следующем. Вот если есть перпендикарное магнитное поле, продольное напряжение, возникает поперечное напряжение, полоское напряжение, коэффициент пропорциональности между поперечным напряжением и продольным топом называется полоским сопротивлением, и оно квантовано. И квант есть аж на е-квадрат равный примерно 25 кВт. Он называется одним рецептом, потому что ненужно эталонное сопротивление в Париже, можно взять любой полупроводник и построить вести соответствующую величину. Теперь, ну и это объясняется тем, что в перпендикулярном магнитополе двумерная система имеет дистантные уровни, уркиландо. В случае графета там почему был предрестантный спектр? Масса была отличная отруля. Циклодронная частота определенная х 3 на 2 мц, а здесь m равняется нулю. И если решить соответствующее уравнение, это тривиальный образом делать, тривиальное упражнение, оказывается энергия равняется корень из м на е, а не m плюс 1 на 2, как обычно. Это первое. Существует нулевой уровень лантала при энергии равной нулой, который нет ни в релятивизме, ни в нерелятивизме для обычных лантала. А здесь я равна нулю. Тут есть определенные на самом деле осуществление уровня устанавливается обычным образом, но это где следствия нет тополом. Итак, спектр неэкодисталь. Существует уравнение уровня лантала с я равную. Но расстояние между уровнем лантала, поскольку здесь связано с массой, даже при не очень сверхбольших поля 10 теслов 100 килограмм. Не десятки градусов как в обычных полупроводниках, а тысячу градусов. И по этой причине смонтование лантала возможно просто при комнатной температуре. Значит, эквантный эффект холод возможно при комнатной температуре. А значит, можно создавать эталонное сопротивление при комнатной температуре. Вот еще одно свойство интересное график. Ну, мы тут занимались еще в магнитных полях очень интересной свойства. Но я это пропущу. Возможно сверхбел меня задавали вопрос по возможной сверхброводимости. Да, сверхброводимость графена. Во-первых, эти эффекты близости. То есть вся сверхброводник положит на графен и тогда сам электронный графен и сам сверхброводящий. Во-вторых, возможно сверхброводимость. Это можно установить с помощью обобщенного уравнения для обобщения на газонной сваре. Теперь вот применение возможное. Во-первых, это мы про емкости. Рядом можно поставить трофеновые листы и получить очень драматную емкость. А совокупность это будет компенсатор с драматной емкостью. Различные покрытия, водородные мещейки, новые композиционные материалы. Например, сверхчувствительный аносенсор. Оказывается, достаточно нескольких буквально молекул. Ассамблироваться именно в слой графена, то электронное использование меняется, и можно это установить. Различные позвонные переключатели и так далее. Хотя, конечно, нужно помнить слова не особо. Трудно-предсказы, осложно-будущие. Но уже в будущем году экраны так точно будут, но сейчас работают над применением наноэлектроники. И самое интересное с точки зрения фундаменталя возник новый класс материал. Устойчивый губерный мембрана. То есть, оказывается, даже отдельная плоскость кикается устойчивой. Ну и имеет совершенно необычные свойства, в частности, воспроизведенные экспериментально. Кременовские туннелирования и так далее, и так далее. Теперь новая материя. Патологический залет. Этот объект возник совсем недавно. Первый шаг, как всегда, сделан в материи. Но я вам расскажу историю, скажем, чего. Вопрос, что такое террорист? То есть, с точки зрения электронных свойств, ну, это ощущение спектр. Зонный. Зонный спектр. Это единственное определение? Нет. Оказывается, не всегда само понятие зон спроведливо. Это справедливо только в слабо дискалированной системе. Это, на самом деле, зонная картинка, как известно, справедливо только в том случае, если справедливо приближение картрихога. И когда мы говорим об отдельных электронах и переходах, мы говорим о партифоговской картинке, на самом деле. Ну, слабо дискалированной системе. Например, если возьмем зону, наполовину заполненную, и она очень узкая, то в этой системе нет проводимости. Это будет диалекция, хотя она половина заполненная электронами. Просто потому, что энергия взаимодействия электронов друг с другом больше, чем ширина зоны, и по этой причине они не пройдут через другую. Корреляция сильнее, чем макро-генетические энергии, коррелируемые взаимодействия. И по этой причине это новый тип мотхаппортских диалекций. Кроме того, существует андерсоновский диалекций, локализация за счет принятий и так далее. Все ли это? Оказывается, нет. В течение 50-60 лет в теории зоны была дыра. А из-за чего? Из-за того, чтобы плохо знали математику. Известно, что когда Гезенберг пришел со своими соотношениями неопределенностей к Бону, тот объяснил ему, молодому Гезенбергу, что то, что он придумал, да матемцы, неизвестные бабыли. Тогда ангелы привлечили в университет физики. А сейчас оказалось, что нам нужно учить топологию. И за счет этого и было все это проручено. Итак, какие есть переходы между отдельными и твердыми телами? Вот великий твердый, который получил Нобелевскую премию по физике в 1903 году за счет, вместе со своей супругой, за счет, за открытие радиоактивности, на самом деле он совершил много открытий. И до физики твердого тела потрясающе открытого тела. Во-первых, он открыл среднетоэлектричество. Во-вторых, он предсказал магниты электрики. И вообще, он был великий специалист по теории симметрии. Он из теории симметрии это предсказал. И он сформулировал некие законы, которые можно... Была в Уфе статья «Три закона Геррих-Кюрих». И один из законов случится, почему? Следствия могут быть симметричны, вызывавших их причины. Он даже как-то формулировал, что симметрия следствия не ниже симметрии причины. Великий Квирик ошибся. Как говорил поэт, есть такой поэт, французский доготовый. Когда бессмысленно, суцалитно вещает гений, все считает, ведь темнота есть темнота, не даже гений не видно. Ребята, занимаетесь неэртизмом, магромеханикой верьте, только Шеренкова, неэртизмом, неэртизмом, верьте, только дираку. Остальное все проверяйте. Это была ошибка. Как известно, следствия могут иметь симметрию ниже симметрии причины. Если Кометониан симметричен относительно некой группы преобразований, то возможно спонтанное нарушение симметрии. Так что волновая функция основного состояния не будет преобразовываться по представлению группы симметрии Кометониана. симметрии будет ниже. И то, что мы с вами здесь существуем, это тоже спонтанное нарушение симметрии. Потому что мы все состоим из левых молекул, а один правый нам будет нехорошо. Спонтанное нарушение симметрии. Состояние у нас в чем-то твердом. Это спонтанное нарушение симметрии, связанное с образованием различных присталов. Поскольку Гометониан инвариантин относительно любит трансляцию, а здесь кристалл инвариантин относительно только трансляцию на определенный кристалл. Это тоже спонтанное нарушение симметрии. Вся физика 20 века, большая ее часть, прошла под флагом спонтанного нарушения симметрии. С этим связаны построение теории фазок-перехода второго рода, вода, вода, наличие, то есть введение параметра порядка, который как раз и характеризует спонтанное нарушение симметрии при температуре гежипритической. Причные параметры порядка, сигнеты электричества и так далее, и так далее. Знаменитая теорема Голстона. Какая связь между фаномами теоремы Голстона, скажите мне? Ребята, ну-ка, можете сказать? Фаномы являются средием теоремы Голстона. Если есть спонтанное нарушение симметрии, внутрерывность, то должны обязательно существовать моды с нулевой щелью. Идущие, я думаю, это и есть фаномы. Здесь спонтанная нарушение симметрии, связанная с наличием кристалла. Ну ладно. Исход до спонтанной нарушения симметрии по вселенной, с различными фазными переходами. Все ли это? Все ли это характеризует любые переходы в твердых телах? Оказывается, нет. Возникла новая парадигма. И это заполучивает. Итак, поставим следующий вопрос. Вот имеется изолятор, где-то изолятор, который отместивается к гамильтониану. Этот гамильтониан зависит от тех парадок. Начнем непрерывным образом изменять эти парадок. Тогда щель будет меняться. Воловой функции будут меняться. Непрерывным образом мы в гибридном пространстве непрерывном что-то меняем. Если мы пришли таким образом, с помощью антиопатического изменения параметра, от изолятора, от изолятора рукой, мы называем это допологический эквивалент. Вопрос. Все ли изоляторы допологические эквиваленты друг другу? Ну, в частности, если я всем параметры положу в равную ныру, я получу папу, который тоже является изолятором, сочетанной 2мс квадрат. Но, по крайней мере, в контентной динамики топологический тривиат. Все ли изоляторы топологические тривиат? Оказывается, нет. Значит, я вам уже пару слов сказал о фазе Берри, ее проявление эффекта Бомаронова, то есть, когда вы отходите вокруг некого магнитного потока, даже если магнитное поле равняется ныну, то фаза меняется, где и фаза пропорциональному потоку, проходящего через соответствующий поле. И одним из проявлений, опять-таки, вот топологии и объяснений является квантоэффекта Бомаронова, точность которого определяется как раз топологичным вариантом. Значит, я немножко говорил о квантоэффекте Бомаронова. Теперь вот пару слов, просто буквально пару слов, как это связать с топологичным вариантом. Ну, давайте идущую модель сделаем. Сейчас я вот две строчки решу уравнение НДАУ в магнитном поле, не решаю уравнение Шейнгера. Вот, имеете в виду меня, в магнитном поле сделаем взамен переменных Q и B, которые равняются Пи-икс, ну, это иксовые компоненты вот это, а и Пи-икс, они не коммутируют друг другу, скоростью магнитного поля, как и спец, не коммутируют. Читайте этот сборник, замечательный сборник задачи, восхищаются, восхищаются. Корнакова, Гобана и... Галлицкий. 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 И х, их минус Q. Они тоже не коммутируют. А... поставим эти переменные сюда. Смотрите, что происходит. Значит, это есть П квадрат плюс ку квадрат, а потенциальной энергии есть х плюс ку и х минус пмс. Если бы вообще потенциальной энергии не было, то мы бы уже решили задачу. То есть, отстоящее нам. То есть я не буду решать уровней Шейнгера, я уже решил. Это уравнение скелеттора и это уравнение ванглата как раз. И вот здесь. Вот здесь Q и B, их математическое ожидание в сильном магнитном поле, равняется L квадрат, где L – магнитная длина, Яр, делить на ERP. Ну, в полях 10-15 кг, это порядка 70 амстретов, очень маленькая величина. Если потенциальная энергия медленно меняется, этим я могу пренебречь. И тогда задача разбивается на две. Уровень ландал и переменные X и Y, то есть демельтериан, который зависит только от X и Y. Ну, вообще говоря, X и Y не коммутирует, то есть мы сводим в задачу квантовую геометрику, но мне это не надо. Это отдельная игра. Я буду рассматривать такие сильные магнитные поля, когда L квадрат с неглицей к нулю, и тогда они коммутируют. Тогда это задача классическая. Первая задача сильно квантовая, потому что здесь пропорционально квадрату магнитного поля. А вторая задача классическая, но гамильтониан является хитрый гамильтониан. Это потенциальная энергия, все случайные взаимодействия в нижнем поле и так далее, которая зависит только от вот этих перемен X и Y. Как известно из классической теории поля, это просто движение центра, центра администрации. Поскольку это классическая задача, решаем обычное уравнение гамильтона, где роль гамильтонной функции играет вот эту потенциальную энергию. Поскольку она не зависит от времени, что является интегралным движением? Гамильтонная функция не зависит от времени. Кто является интегралным движением? Энергия. Но в данном случае роль энергии играет кто? Вот это потенциальная энергия. А это означает, что вот эти лидирующие орбиты, орбитали, идут вдоль контуров, вдоль энергии потенциалов. Вот. Теперь, можно показать, что линейные отры, то есть связанные с квантовым эффектом пола на электрическое поле, как раз, поскольку функция распределения есть дета-функция, линейный отры, если вы отложитесь по е, вам нужно будет брать производную от дета-функции, это будет дета-функция, и тогда просто отры выражается через орбитали, которые являются экрепотенциальными случайного потенциала. А случайный потенциал вот он. Значит, какие есть орбитали? Значит, если химический потенциал находится внизу, то залиты только озера в этом случайном потенциале, теркаляции нет, и двигается как электрон? По экрепотенциалам, то есть по окружностям вот этих озер. Это замкнутые орбиты, и по этой причине они не дают вклада. И получается ноль, с чем связано существование плато, то есть ток не меняется, даже если вы меняете концентрацию электронов. Теперь, когда вы заливаете дальше, торчат горы, то есть вершины гор, берем их в потенциале, они тоже замкнутые, но когда уровень воды достаточно высок, вы уже чувствуете границы системы. В границе системы очень далеко имеется большой потенциал выхода. И по этой причине орбитали существуют только внутри, связанные со случайным потенциалом, и орбиты, которые текут вдоль границ системы. А вдоль границ системы есть орбитали, даже когда система идея. Поскольку все замкнутые орбитали не дают вклада, то вклад такой же, как в идеальной системе. Таким образом мы доказали следующее, что если я вообще возьму нашу систему, навожу граничный слой, это будет цилиндр тогда, в этом цилиндре имеются два типа орбит. Вот такие замкнутые, они не дают вклада, их можно стянуть в тучи. Они тревиальные. И такие, которые идут вдоль всей границ системы, это граничные токи. Они такие же, как в идеальном случае, их нельзя стянуть в тучи. Возвращаются через эти два разных топологических момента. Один равен другу, а другой минул. И тот, который минул, он такой же, как в идеальной системе. С чем и связано наличие точного холостого квантования. Квантование а на е квадрат устанавливается с точностью девяти знаков, как получили экспериментальные. Теперь, это была сделана попытка такая, была сделана и обобщить это для не очень сильных полей Таулесом. Он использовал теорию отклика на некую формулу Куба. Я не знаю, было ли это у вас после лекции. Так, поднимите руки, кто знает, что такое теория Куба. Теория линейного отклика была? Ну нет. Хорошо. Значит, форма Куба – это посвященную теорию взмущений, ну, написанная в более-менее такой удобной форме. можно показать, что линейный отклик, который из себя представляет проводимость, в том числе проводимость холосткая, не диагональная, выражается, можно так преобразовать ее, что она, оказывается, выражается через волновые функции блоковских состояний, которые заполнены, то есть вплоть до химического потенциала. Можно показать. Значит, ну, это, как говорится, отдельная песня, и у меня нет времени проводить это подробное доказательство, но, по крайней мере, поверьте мне, что проводимость, точно так же, как в том наблядном случае, в котором я обсуждал, выражается через топологические варианты не в нашем пространстве, в гумерных этих мерах, а в пространстве бильдетом, и есть интеграл по зоне брюлейна. Это так называемый, это интеграл по зоне брюлейна от функции, которая называется связностью бильдет. То есть, во всяком случае, видно, что отклик выражается через некоторые топологические варианты. Топологические варианты в бильдетном пространстве. Теперь, оказалось, я кое-что пропускаю, оказалось, что существуют материалы, в которых есть вот соответствующие топологические варианты в бильдетном пространстве. То есть, вы делаете обход по зоне брюлейна, и оказывается, интеграл по этому комплу отличен от нуля. Не во всех изоляторах, но в некоторых это так. И тогда соответствующий изолятор оказывается обладает удивительными свойствами. Какими свойствами обладают такие топологические изоляторы? Я об одном из свойствах расскажу. Оказывается, значит, что же происходит? Смотрите, вот имеется топологический изолятор, внутри живет какой-то топологический вариант. Пульс этот изолятор конечный. Он граничит там с вагуомом, то есть тоже с изолятором, с филиальным, без топологического варианта, или с другим изолятором, в котором топологический вариант равен другому. Как можно перейти от одной системы в другую, не нарушив топологию? Оказывается, это возможно только в том случае, если нарушаются электронные свойства системы. Оказывается, обязательно можно доказать эту теорему, что в запрещенной зоне должно появляться состояние поверхностное, которое имеет энергию равную нулю. То есть это означает, что на поверхности возникает поверхностное состояние, но, кажется, состояние и так возникает. Если вы решите задачу о полубесконечной периодической системе с границей, то вы увидите, что поверхностные состояния могут возникнуть. Это впервые было доказано Игорем Юрьевичем Тамом и Шубином, и называется тамовскими уровнями. То есть есть поверхностные уровни. Но здесь оказывается, что эти поверхностные уровни, из-за наличия топологического инварианта, обладают следующими способами. Они обладают линейным законом дискарсии. Точно так же, как у Крофена. Вот, что говорит нам о этой теории. То есть на Винтониан системе такой же, как у Крофена. Но при этом вот эти топологические изоляторы, о которых я говорил, это вещества с довольно большим атомным номером. А поскольку у них довольно большой атомный номер, у них очень большой спиноорбитальный взаимодействие. И по этой причине, это волновая функция. Это не псевдо-спинор, а настоящий спинор в спинном пространстве. При этом вместо спина, вместо псевдо-спинового графини, здесь стоит настоящий спин. То есть это обычное уравнение вея. Обычное уравнение вея. Единственная разница в том, что здесь стоит величина в 300 раз примерно меньше, чем скорость света. Таким образом, имеется поверхностное состояние с линейным законом дисперсии. У них протяженность порядка одного нанометра, то есть это очень тонкий такой слой этих состояний. И они описываются уравнением дирака. Аналог у них вот какой. Точно так же, как в графини, мы говорили, что есть вот в графини, есть логин, есть жесткая связь между импульсом и направлением псевдо-спина. Здесь имеется жесткая связь между импульсом и истинным спином. Причем эта связь экспериментально сейчас уже подтверждена. Сейчас я расскажу каким образом. Таким образом, возник новый объект с рядом физических свойств необычных, о которых я сейчас немножко поговорю. Как определили то, что есть жесткая связь между импульсом и направлением спина? Это делается с помощью фотоэлектронной спектроскопии с разрешением по углу и с разрешением еще по спину. То есть, если частица летит вот в ту сторону фотоэлектронной, то вы регистрируете ее импульс и регистрируете направление спины. И действительно эксперимент показывает, что есть действительно вот этот конус дирастовский в этих материалах. Сейчас это несколько групп даже материалов, несколько семейских материалов. Например, висмут квалифилен, висмут сирен. Щель там порядка 0,3 тонн будет. Линейный имеется закон дисперсии. Имеется жесткая корреляция электронов и спины. Еще одним, еще более интересным свойством является наличие магнитоэлектрического эффекта. Магнитоэлектрический эффект был предсказан впервые Пьером Филиппом. Потом, это была жесткая критика Ван Флеха. Потом Ландау и Ландау Ришек предсказали существование магнетиков. А Делашинский – мантикер магнетиков. И первый эксперимент был, у нас в России сделан, астроном. И такие магнитоэлектрики были найдены. То есть, что это за вещества? Это вещества бахотеидов. Электрическое поле индуцирует не только электрическую поляризацию, но и магнитную поляризацию. И напротив, магнитное поле индуцирует электрическую поляризацию. Вот такой интересный эффект. То есть, это означает, что электрическое поле индуцирует некий ток, ток индуцирует магнитную поляризацию. Оказывается, если в этом топологическом изоляции, в котором имеется дираковский курус, его покрыть магнитная примесь. Ну, магнитная примесь, значит, если любой магнетизм, он неинвариантен относительно обращения знака времени. Так вот, если ввести возмущение неинвариантно относительно обращения знака времени, то возникает лаберк-шель в системе и возникает магнитоэлектрический эффект. Почему магнитоэлектрики требуют вот этого спонтанного обращения земли? Я вот почему. Потому что если у вас N пропорционально E, то есть электрическое поле индуцирует магнитный момент, а магнитное поле индуцирует электрический момент, то смотрите, у них же равные свойства. Электрическое поле – это какой вектор? Несостоящий. А? Какой вектор? Аксиальный. А? Существенной. Полякный. А магнитное поле? Аксиальный. Аксиальный. Пространственная черность, которая нарушена зеркальная нервность. Кроме того, относительно обращения знака времени. Поляризация не меняется знак, а магнитное насприимчивость меняется знак. По этой причине вам нужно нарушить еще и дневность. Так вот, если вы нарушили, то получите магнитный эффектрический эффект. Причем интересное дело оказалось следующее. Вот этот наведенный магнитный момент с электрическим полем, он универсален. Видите, коэффициент есть Е2H. То есть это квантованный магнитоэлектрический эффект. Интересно следующее. Рассмотрим электрон над поверхностью диалетрика. Электрон имеет расходящееся поле, расходящееся электрические поля. Они индуцируют магнитное поле, поскольку это магнитные электрические. Какое магнитное поле они индуцируют? А вот посмотрите на поле. Эквивалентное вот так они находятся. Что это вам напоминает? Вот обычный электрон над поверхностью диалетрика. Каково он рождает электрическую поляризацию? Чем ее эффективно можно описать? Ну скажите мне. Какой есть простой метод? Зеркальный заряд. Заряд изображения. То есть заряд изображения находится на том же расстоянии, что и этот электрон. И его поле поляризации такое как раз решение уравнения лаплассфира на Землю. Такое, какое и есть решение вот этого уравнения. Заряд изображения. А здесь что будет? Магнитное поле такое же. Значит, вместо заряда изображения, помимо заряда изображения, вместо заряда изображения, что будет? Монополь. Магнитные монополи изображения. То есть электрон будет связан еще с магнитным монополем. В квантовой теории поля когда-то вводили такие объекты. Связанное состояние электрона с магнитным монополем. Называли диомом. А здесь он возник просто. Просто он есть. Интересно, как бы это наблюдать? Во-первых, коллективные свойства у них очень интересные. Магнитные поля. Значит, смотрите, как обнабыли бы магнитный монопол. Ну, во-первых, взять, скажем, сканирующий электронный микроскоп и проверить, есть магнитное поле. Есть ли магнитный поток, связанный с этими зарядами. Вот если есть заряд, то должен быть и поток, связанный с этим магнитным монополем. Можно по-другому сделать. Например, взять кольцо. Под это кольцо с помощью внешнего напряжения собрать электроны с помощью потенциала конфаймента. Если мы собрали электроны, то что мы собрали? Из заряды магнитные монополи идти. Значит, будет определенный поток. Поток пройдет через кольцо. К чему это приведет? Кольцо. Электрический ток. Электрический, с помощью электрического тока, вот такое предложение. Значит, если вы померите этот электрический ток, вы увидите, что действительно такие монополи есть. С другой стороны, если электроны находятся друг от друга далеко, то с электроном связан вот такой магнитный монополем. То есть связан поток. Если электрон, я буду менять места. Как изменится волновая функция? Скажите мне. Ну, значок. А? Минус единица. Минус единица. Правильно. Будет минус единица за счет принципа Павловой. Но я же одновременно еще и монополию поменял. Что будет? А будет эффект Бомарона. То есть появляется еще одна фаза. То есть вот эти дионы, электроны связанные с монополием, они будут обладать другой статистикой. Статистика будет немножко отличаться от фермерской. И это приведет к ряду других посредствий. Да. Да, да. Хорошо. Я уже начинал. Я так расчистил. Я, собственно, не хочу. Я сам расчистил. Значит, как это можно было использовать? Смотрите, если есть магнитные электроны, то на чем основана магнитная запись? Магнитная запись основана на том, что у вас есть катушки, они создают магнитное поле, и вы записываете. А здесь нужны катушки? Нет. Вы можете записывать с помощью электрического поля. Поскольку это электрический эффект. Электрическое поле создают магнитный поток, и по этой причине не будет диссипации, связанной с прохождением тока в этих материалах. Это, что является интересным. Появляют все эффекты магнитной емкости. Таким образом, подытоживаю. Возник новый объект. Топологический изолятор. В некотором смысле это новый парадигма физико-трофого тела. Они характеризуются нетривиальным топологическим порядком. Не столь наглядно. Потому что эта топология не в нашем пространстве, а топология в Гильбертон пространстве. То есть вы должны обходить, показать, что имеется нетривиальная топология заполненных блоковских функций. Когда вы отходите вокруг границы зоны ГВЛР. Когда на границе топологических изоляторов имеются пещеревые моды, устойчивые к беспорядку. Они защищены топологическими довериантами, можно показать. Спин жестко завязан в направлении Винкуса, это уже экспериментально проведено. Имеется магнитный эпичный эфир. Точно так же уже проделан квадратный эффект пола на этом двумяном Дераковском море. Показано, что так оно и есть. То есть возникает новое элементарное возбуждение, в каком-то смысле имеющее свойство магнитных монотоний. Ну и возможно нетривиальная плазмоника на топологическом изоляторе. Например, плазмон, это значит, что у вас есть выделенное направление импульса. А если есть выделенное направление импульса, то есть выделенное направление спины. Значит, всегда с волной плотностью, всегда связана спиновая волна. Вы можете создавать спиновую поляризацию. И это интересно действительно. Ну, сейчас там интересную игру затеяли, связанную с тем, что если имеются сверхпроводники, за счет эффекта близости, вы можете сделать вот этот двумяный электронный газ дираковский сверхпроводящий, то есть и он топологический, и это на поверхность топологического дерева такая. Тогда вихри, внутри вихри могут существовать так называемые майорановские эфермионы. Частица майорана – это античастица, тождественная частица. Она никогда экспериментально не наблюдалась, но здесь вот есть такая игра. Она пока еще экспериментально не наблюдена, но никто не понимает, за что будет наблюдено. А тогда на этой игре в Китае, известный вам, наверное, и по учебнику, и по его работам, связанных с квантовой информатикой, считает, что можно сделать интересные губиты, связанные с этими майорановскими эфермионами. Ну вот, итак, в некотором смысле сбывается мечта Эйнштейна о геометризации физики. То есть все больше и больше геометрических моментов, топологических моментов проникли в физику, и в том числе физику твердого тела, и оказалось, что это очень полезно и дает возможность открывать новые вещи. По этой причине, ребята, учите аппарат, учите марк-часть. Спасибо за внимание. Вопросы? На перерыве будут новые вопросы, вам нет еще раз. Спасибо.